Нашу серию о российских регионах продолжает Курская область. Центр России. Богатые плодородные черноземы и крупнейшее в стране производство по добыче железной руды. Мирный атом, как самый экологичный способ получения энергии. И не только. На прошлой неделе правительство России опубликовало 20-ку лидеров рейтинга эффективности регионов. Курская область на достойном 15-м месте. О том, чем живет и как развивается губерния, Григорий Вдовин. Железная руда. Карьер Михайловского горнообогатительного комбината. Самое сердце знаменитой Курской магнитной аномалии. Вот так ведет себя компас в этом месте, считающий стороны света абсолютной условностью. Только разведанных запасов хватит еще на 250 или даже 300 лет работы и добычи. Мировое потребление железной руды не уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами, скажем так. Но сейчас на рынке, конечно, выживают и остаются предприятия, у которых высокое эффективное производство и высокое качество продукции. Спускаемся в карьер, глубина которого более 380 метров. 50-тонный ковш огромного экскаватора, работающего в самом низу, кажется игрушкой. Масштаб карьера действительно производит впечатление. Если в самой нижней его точке разместить Эйфелеву башню, то для того, чтобы она хотя бы чуть-чуть торчала над верхней его кромкой, надо, чтобы она была еще метров на 60 повыше. Вот что из руды получается в итоге. Шарики, похожие на утренний завтрак, остается не разбавить молоком, конечно, а отправить металлургом на сталелитейный завод. Это качественное сырье. Фабрика компании «Металлоинвест» Алишера Усманова совершенно новая. Запущенная только в прошлом году и уже вышла на проектные мощности. Как говорится в бизнесе, все вертится и вполне успешно. Энергозатраты на 30% ниже. Если проектно-проектно раньше была мощность 6,5 миллионов тонн, потом достигли 9,5, то сейчас эта машина уже изначально дает 5, и мы, конечно, уверены абсолютно, что этот рубеж будет превзойден. Как раз для развития могучего потенциала Курской магнитной аномалии именно в Курске в далекие советские годы было решено построить другого гиганта – энергетического. Вот так выглядит реакторный зал изнутри. Сейчас мы находимся примерно на высоте 30 метров над уровнем земли. Вот за моей спиной так называемый стенд, на котором висят сборки. Штыри в желтом целлофане, которые со временем распакуют и опустят в реактор. А вот здесь бассейн для отработанного ядерного топлива. Одна из крышек открыта. Если заглянуть вниз, видна вода и такой достаточно неестественный и очень интересный голубой свет глубоко-глубоко внизу. Эффект очень интересный и кажется, что в эту воду с таким свечением можно смотреть бесконечно. Ну а вот здесь непосредственно сам его величество – работающий реактор. За свою историю станция выработала столько энергии, что всю Россию можно было бы обеспечивать электричеством в течение года. А только Курской области хватило бы больше, чем на 100 лет. Сейчас четыре энергоблока под присмотром, конечно же, покровителя всех атомщиков преподобного Серафима Саровского обеспечивают светом 20 соседних областей, при том, что примерно 1,5 мощностей питает соседнюю Украину. Рядом полным ходом идет строительство второй очереди АЭС. С директором мы беседуем как раз на месте, где через несколько лет появится градир не высотой в 170 метров. У нас нет права ни на блин, ни на ком. Будет здесь реактор нового типа ВВР-ТОИ, который будет флагманом серии реакторных установок. Здесь по проекту два блока с перспективой решения до четырех. Толстолобики в водоеме-охладителе. Каждый килограммов 15, не меньше. И рыба, и вьетнамская пресноводная креветка следят за главным – качеством и чистотой воды, используемой для нужд АЭС, в которой, кстати, с удовольствием купаются горожане. Живописное озеро – это с подогревом. 24 градуса круглый год. Экология – главная в современной атомной индустрии. Ведь 60% стоимости любого современного российского реактора – это системы безопасности. У нас вот большое свинство сегодня здесь находится. Но свинство нам сегодня не мешает, оно помогает. Свинство на этом агропредприятии действительно грандиозное. Сотни тысяч поросят самого разного возраста. От новорожденных, которым несколько минут, до уже 100-килограммовых хряков, вот-вот готовящихся отправиться в свое последнее путешествие. Сегодня здесь все закомпьютеризировано. Раздача кормов, микроклимат. То есть потребность высококвалифицированных специалистов, она всегда была. Не случайно руководитель заговорил о кадрах, которые, как известно, решают все. Развитие этого холдинга красноречиво иллюстрирует происходящее сегодня в Курске. При том, что все сырье от самого зерна, которым кормит поросят свое, бизнес развивается вполне успешно. Главным накопленным капиталом на предприятии считают собственных сотрудников. Вот и строят им современные, даже в чем-то роскошные дома, которые через 10 лет работы на предприятии переведут в собственность работников. И всего за треть цены. С такими условиями курские аграрии не бегут из деревни в город, а скорее наоборот, как эта семья, слесаря Некрасова. Решили вернуться сюда, попробовать здесь. Муж устроился на работу, он работает на комбикорном заводе. Ну, с первого дня ему все понравилось. На съемной квартире 10 лет прожил, это тоже не очень нравится. А это как бы уже будет скоро свое. Так что я думаю, это хороший вариант. Проект, который уже прозвали Курской Швейцарией, был признан успешным. Область отвечает за коммуникации и инфраструктуру. Новый детский сад построен и уже заполнен детишками. Что интересно, даже сегодня у области получается не снижать темпы экономического роста. Заложен и строится второй такой же поселок. Уже гораздо больше, хотя вокруг кризис. По итогам прошлого года выглядели неплохо на фоне России. В том плане, что нам удалось достичь, в отличие от... Страна немножко провалила там или снизила темпы, что ли, развития промышленного кластера. Там 96,6 по сравнению с 2014 годом. А у нас было 104,2. Сельское хозяйство тоже самое дало рост. И строительный комплекс и так далее. В итоге валовый региональный продукт подрос почти на 3,5%. Кувалда Машка в руках рабочего Александра по нашей просьбе проводит динамические испытания уже проверенного огнем самолетного черного ящика на задворках завода-изготовителя. Предприятие «Флагман» по изготовлению маленьких коробочек, кстати, вовсе не черных, а рыжих, жгет их, топит, бьет и всячески пытается сломать. Все для того, чтобы даже в таком виде было понятно, что же случилось и в кабине, и во всех системах падающего самолета. Вот до столкновения с землей всего несколько секунд. Отказ левого генератора. Выпота 6 тысяч. Штапарин готовится к катапультированию. Готов. Огоним. 5. Прыгаем, прыгаем. Держим. В этом случае все живы. Пилоты катапультировались, и в кабине осталась только бездушная информатор Рита. Отказ ураган гидросистемы. Шасси аварийно. Именно наши технологии позволяют реализовывать проекты импортозамещения. У вас все ящики крепче иностранных? Я думаю, что да. Военный истребитель в небе во время записи интервью с Михаилом Алексеевичем Булатовым появляется как будто бы не случайно. Героем Советского Союза он стал в 20 лет. Воевать начал как раз в этих местах, на Курской дуге. Здесь немецкие войска попытались реабилитироваться за Сталинград и окружить выступ, вклинившийся в их оборону. Отсюда и название. Но вышло по-другому. Советские войска этот выступ сами спрямили, освободив Орел и Белгород, а дальше уже и Харьков. Именно отсюда немцев уверенно погнали. Конечно, легко можно было. То есть смерть прям ходила? Ну, конечно. Смерть у сапера вот она рядом в пальцах. Когда ты особенно минируешь или отминируешь. Это, ну, я же пехотинец это одно, а сапер это совершенно другое. Мы беседуем у стеллы «Ангел мира», монумента уникального, построенного на народные деньги по инициативе самих курян и курского землячества. Область богата памятниками, связанными с войной, но этот особенный. Кровью, пролитой за эту высоту, пропитан здесь каждый клочок земли. И эта кровь в том числе и друзей, и однополчан, тогда сержанта Булатова. Мирное созидание, любовь к труду живущих здесь людей и плодородные, необъятные курские черноземы. Этот регион уверенно смотрит в свое завтра. Григорий Вдовин, Виктор Виноградов и Илья Подкидышев. Вести недели. Курская область.